Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью. С вами Мария Шматкова. Сегодня мы находимся в усадьбе Большой Веземы. И сегодня поговорим с художником и мольером Людмилой Юрьевной Аненковой. Здравствуйте, Людмила Юрьевна! Уникальный человек. И, конечно же, хотелось бы о вас и вашей истории, о вашем жизненном пути сегодня рассказать нашим телезрителям. Потому что то, что вы делаете своими руками, я еще раз повторюсь, это уникально. Практически технология утеряна, но вы сохраняете мастерство, сохраняете искусство и, в общем, создаете музей. В скором времени появится на территории Одинцовского округа музей Эмали. Наверное, первый музей, не побоюсь этого слова, в России. И даже за рубежом. И даже за рубежом. Людмила Юрьевна, давайте начнем с самого начала. Почему Эмали? Почему творчество? Как так случилось? Вы 45 лет рисуете потрясающие картины, создаете потрясающие произведения искусства. С чего все началось? Началось все с Германии. Родители были военные. Мы жили... Я родилась в Тильзите. Теперь это Советск. Вот. И там... Мы жили в особняке старом немецком. Там были печи. Одна была изумрудная, другая была оранжевая. И огонь. А дрова, туда или кокс, туда обычно клали, закрывалась, открывалась печечка такой небольшой дверкой, на которой были пастеральки маленькие нарисованы. И когда падал огонь, они были как живые. И вот это мне было года три. И, видимо, все было решено. Потому что вот эти краски... Вот эти образы, да? Они настолько влюбились в них. Да, образы. И плюс вот этот цвет оранжевый и изумрудный, это очень такие цвета эмалевые, которые действительно очень яркие. Вот если посмотреть на работу, они у меня часто встречаются. Ну, потом так прошли годы, я это забыла. Все, может быть, где-то там под коркой было что-то. И когда я уже стала учиться в Строгановке, я все время искала этот цвет. Ни в живописи масляной, ни в акварелях, ни в гуаше. Я нигде не могла найти яркости этого цвета. И вот это стремление с детства, вот, скорее всего, оттуда. И потом еще у бабушки на столике ее трюмо я увидела браслет и крестик эмалевый. Это тоже меня подтолкнуло к тому, что тогда вообще еще... Ну, в Строгановке на отделении металла один семестр обучали. Ну, этого достаточно было, чтобы пазы получить, и потом уже начинать работать самой в студенческом научном обществе. Я уже разработала, выходила, когда я из института с дипломом, я уже была готова, ой, даже не поверите, к трехметровым работам эмалевым. И они действительно сделаны. Сейчас как раз вот на этой есть выставке, ну, выставлены, как вам сказать, в эмалях всегда делается сначала пробник. Это очень небольшого размера работа, где должны быть опробованы все технологии и металлы, а потом это увеличивается. Так что вот здесь вот маленькие работы есть, которые потом стали трехметровыми. Заказчик был Челябинск. Челябинский металлургический завод захотел, чтобы в детском саду их детей были эмалевые панно. Вот так. Вот. И это были первые монументальные панно в России. Тогда не в России, в СССР еще. Вот туда приехала. Какой отклик был вообще от людей? Вот вы помните первые отзывы? Я понимаю, что когда поступает заказ, оно, безусловно, художник выбирает, хочет делать, не хочет делать. Это было ужасно, Мария. Это просто что-то было. Я прокляла все на свете. Потому что, когда я сказала, что я эскизы принесла на художественный совет, ну, они там говорят, это будет в мозаике, там, это будет в витражах, или это будет вообще бетон крашеный, в общем-то, любую технику. Я говорю, нет, это я хочу сделать эмаль. И все как-то сразу... Что такое эмаль? Какая эмаль? Как это? Это невозможная техника. Да, и у нас этого нет, и у нас этого быть не может. И, в общем-то, мне очень долго пришлось бороться, чтобы доказывать. Я не смогла доказать. Но приехал заказчик и сказал, мы хотим. Пусть у нее не выйдет, а мы хотим. Давайте попробуем. Вот благодаря такому заказчику настырному, и, в общем-то, который хотел, сделаны были эти панно. Туда приехал Церетели посмотреть. Не поверил, что сделали такие. Потому что мы параллельно работали. У него, правда, своя техника эмалевая. В Грузии эмали очень много, и это исторические вообще их техники, технологии. Что он сказал тогда? Он очень хорошо. Он сказал, что... Пожал руку и сказал, я вас поздравляю. Вам удалось. Замечательная работа. И когда я вернулась в Москву после монтажа этих работ, конечно же, мне уже все заказы были, какие я хотела. Никто не говорил, что уже эмаль это... А эмаль стала монументальной техникой. Получается, вот благодаря вам, в том числе, вот вы как-то популярность эмали, как будто бы вдохнули в нее новую жизнь. Нет, Маша, вы знаете, много людей работает над этим. Просто по отношению к живописцам, графикам и скульпторам нас очень мало. А вообще очень много хороших художников работает. И вот очень бы хотелось как-то их объединить потом. Вот почему мы и стремимся здесь сделать какую-то базу. Выйдет, не выйдет, но мы стараемся. Вот, потому что все-таки сделано уже много. Вот этот открытый запасник, где можно приглашать еще дополнительно художников, которые занимаются эмалью, выставлять, чтобы люди видели. Потому что вы себе не представляете. Вот приходят люди, они там внизу думают, что такое эмаль, что такое эмаль. А потом... Ну, видят, кстати, печи, опять же. Печи, печи они где видят? Внизу, в зале. Ну да, ну, понимаете, это керамика. И они думают, что это керамика. Вот они уходят и говорят, это керамика. А это эмаль, это совсем другая техника. Она совершенно отличается. И вот они потом уходят и говорят, надо же, мы такого не видели и даже не знали, что есть такое. Поэтому этот музей надо сделать. И нужно как можно больше привлечь художников, которые занимаются эмалями. И даже те, которые не занимаются, но хотят. Потому что иногда симпозиум создается не обязательно именно из эмальеров, а просто художники. И они делают очень интересные вещи. Очень интересные вещи делают художники театра. У них фантазии вообще. И эта техника, она же фантазийная практически. Здесь такие цвета, здесь такое. Они же живут своей жизнью. Поэтому это очень интересно. То, что мы задумали, но будет ли это, не знаю. Ну, я думаю, что зная вас, зная Александра Михайловича, сомневаться не приходится. Да, мы счастливы. Расскажите о пространстве, в котором мы находимся. Это открытый запасник. Здесь представлены сейчас, на данный момент, ваши работы. Внизу находятся несколько этажей усадьбы Голицыных. Конечно же, там совершенно другие интерьеры, другая атмосфера, другие образы. Здесь, ну, просто что-то потрясающее. Где мы сейчас находимся, Людмила Юрьевна? Мы сейчас находимся под бельведером. Мы на чердаке. Нет, не разрешает Александр Михайлович ни в коем случае. Не чердак. Это зал под бельведером. Он говорит, я тоже все время говорю, я пошла на чердак. Ну, просто если для современности, для молодежи, конечно же, вот сейчас вообще слово чердак, это уже не гараж, не пыльное пространство. Это действительно высокий объем, это свет, это совершенно другая фактура, текстура. И поэтому, мне кажется, бояться вот этого слова не стоит. Но, тем не менее, мы находимся... Хочется поэзии. Да, да, хочется поэзии. Мы же как, мы хотим эмалевую шкатулку, в ней павильон эмалевый. Мы же хотим все так как-то красиво, в конце концов. Почему именно вот это было пространство выбрано для вас? Почему вот вас было решено поселить именно сюда? Потому что... Я думаю, не случайно. Вообще нет, это не случайно. У меня вообще все не случайно. Я до этого возила в Смоленско, где, в общем-то, можно считать родину эмали в какой-то степени. Потому что и в Курганов находили какие-то кусочки. И княгиня Тенишева там работала очень много. И музей там с эмалями должен был быть у нее. Но революция помешала. И как-то так все это приближалось к Веземам от Смоленска в обратную сторону, к Москве. И там случайно я зашла там в Везем. В Вязьме еще делала выставку из Смоленски. И под Вязьмой есть такая усадьба Грибоедово-Хмелита. Замечательная усадьба. Очень часто в кино сейчас ее снимают. Но там рядышком стоял маленький домик. Я так на ее посмотрела, думаю, вот это, наверное, похоже на эмалевую шкатулку, если бы мне там сделать музей. И я спросила, а что там? И мне сказали, что там музей Нахимова. И я так думаю, пойду посмотрю, а что может быть от Нахимова в музее вообще? Вроде бы, ну, может быть, фуражка, может быть, это труба подзорная, еще что-то такое. Ну, в общем, какие-то бумаги, думаю, уже целый музей. Зашла и ахнула. Там остов корабля из дерева сделан. И не надо ничего. Там кое-где что-то, какие-то вещи. И можно ходить по этому кораблю вообще. Представьте, я приезжаю в Веземы. И с Александром Михайловичем мы знакомимся. Он говорит, ну где, ну где, ну где? Я говорю, у меня подвалы. Мне надо, чтобы света не было, чтобы был какой-то вот такой вот таинственный какой-то интерьер. И я там размещусь. Все, подвалы все обошли, ничего не подходит. Он говорит, ой, Людмила Юрьевна, может, я вам чердак покажу? Я говорю, не-не-не, чердак мне не подходит. Мне только подвал нужно. Мне только вниз. Да, да, да. Я привыкла в подвалах очень хорошо все. Говорю, ну давайте посмотрим. Мы с ним поднимаемся. Он открывает эту дверь, распахивает. И я, господи, это корабль, перевернутый кверх ногами. Вот она палуба, вот они, значит, здесь мы упали. Смотрите, а может быть, все-таки под Смоленском вот тут музей с кораблем тоже был не случайно? Вот, вот, все-таки. Может быть, это было для того, чтобы потом образ сложился в вашем музее в том числе? Вот именно. Потому что сегодня, когда мы зашли в это пространство, конечно же, ваша работа потрясающая, да? Но то, как заполнен верх и что превратилось благодаря вот этим белым балкам, да? Мы находимся, ну создается впечатление на корабле и, в общем-то, плывем с вами под полюсами. А самое главное, что первая экспозиция сделана была по всем странам, которые я ездила. И, в общем-то, собирала материал по эмалям, по Европе. И везде вот эти вот кусочки каких-то в Греции очень много нашла, в Германии. И вот здесь как раз вообще все работы, это пространство и время называется здесь. Это то, что я проехала и то, что вот я искала эмали. Вот в Португалии, мы находимся в дворике португальском сейчас. Если говорить о количестве представленных работ, сколько их здесь? Людмила Юрьевна, и все ли это то, что вам удалось сделать за все эти годы? Нет, конечно. Вся коллекция около тысячи работ, это коллекция только. А так, в общем-то, здесь одна треть находится. Некоторые серии вообще не вошли. Такие серии, как Благовест, это вот иконы крупные, маленькие. Моя Москва не вошла сюда, сказки об Италии. В общем-то, очень много серий, которые вообще еще вот законсервированные. Я понимаю, что экспозиция, она достаточно живая, она будет меняться, будет перестраиваться. Живая, будет меняться. Я всегда за то, что только живой должен быть музей и выставки. Если они длительные, то они обязательно должны меняться. Здесь большой детский проект, потому что я поработала с детьми, и дети очень интересно. И сейчас даже вот сделана работа Захарова по рисунков детей. И там будет... Мы выполняли в Эмалиях, как вот такие сделаны небольшие реплики на их работы. И, конечно же, около этой работы будет список всех детей. И сколько каждому лет, и из какого он города. Потому что они соавторы. Вот там и исполнители были в этой работе. Ну, я думаю, было бы странно, если бы это пространство использовалось только лишь под выставку. Я думаю, что планов много, да? И здесь в том числе проводятся разные мероприятия. Конечно, в общем-то, здесь, да. Но здесь есть одно «но». Здесь нет второго выхода. А в таких помещениях замкнутых обязательно должен быть второй выход. Поэтому здесь очень мини-выставки проходят, мини-концерты какие-то маленькие, из таких небольших. Поэтому здесь нельзя. Если бы был второй выход, это по законам и по всем правилам, которые находятся. Поэтому он у нас так и называется «открытый запасник». Это даже не выставка, потому что так нельзя. Если сюда ринутся автобусы, вы поднимались по этой лестнице. Конечно, конечно. Это нельзя. И, в общем, Александр Михайлович очень строг в этом. И никогда не разрешается сюда больше десяти человек. Но, с другой стороны, в этом тоже своя прелесть. Вы понимаете, да. Если бы сейчас и даринулись просто тысячи туристов, ноги шершали бы по лестнице, да. То есть, наверное, и камерность тоже потерялась бы. Камерность и таинство какое-то вот выставки, когда здесь. И даже то, что мы этикетки не вешаем, мне иногда очень интересно. Я сижу, они же не знают, что автор сидит. Они все называют работы по-своему. Что придумают? Это так интересно. Потому что удивительно. Иногда даже мысли такой не возникало об этой работе. Какую вот придумывают сами. Потому что им нравится, они копаются в них. Что-то такое выискивает. И говорят, это, наверное, вот что-то такое. Людмила Юрьевна, но все-таки вы обрели здесь дом? Да, я думаю, что да. Все равно, в общем, еще не сделано до конца. Но, в общем-то, вот как поэты ищут свой дом в книге, я думаю, так же художника ищут. Вот здесь вот мне очень хорошо. Четвертый год мы работаем. Мы не устали, людям нравится. Сюда приходят у меня такие книги, такие записи в книгах, что я вообще не знаю. Я уже несколько книг отвезла. Там и в стихах пишут. О чем вы пишете? Да вы знаете, это жизнь. Только жизнь, которая переживет и меня, и вас, и всех. Эмаль – самая такая древняя техника, которая… Она пришла к нам с крещением Руси из Византии. В Византию она пришла из Египта. И до нашей эры были какие-то куски. И они сохраняются. Причем эмаль же не меняется. Что такое эмаль? Это кварцевый песок, окрашенный окислами металлов. Поэтому века проходят, а она не меняется сама по себе. Она вот, она как родилась когда-то. До нашей эры. Так она и идет. Эмаль, которую надо приготовить, вот все, что вы видите, допустим, какой-то сейчас цвет, это же все вот руками приготовлено. Это не просто взяли и покрасили. 80% времени уходит на подготовку. Как художник ты работаешь 20%. Процентов это в лучшем случае. Потому что подготовка колоссальная идет по времени. Но она очень интересная. И в это время ты понимаешь, что вот рождается что-то. Пока ты делаешь вот эту подготовку всю, ты понимаешь, что вот оно не может вот просто так быть. И столько времени вот потратив на подготовительную работу, ты очень аккуратно, очень уже делаешь продуманную композицию. Продуманную. Все, ошибок быть не может. Потому что страшно по времени потерять это. О чем вы мечтаете сегодня? Только о музее эмалевая шкатулка. И не я одна. Я заразила всех своих друзей этой идеей. Людмила Юрьевна, мы вам желаем, чтобы ваша мечта, мечта ваших друзей, мечта ваших соратников и мечта Александра Михайловича обязательно осуществилась. И мы с превеликим удовольствием приедем в ваш музей, расскажем нашим зрителям и ждем приглашения в вашу мастерскую. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на телеканале ОТВ. До свидания. Продолжение следует.